Таксопарк такси хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше тысячи в команде. Приходи и будет тебе счастье. Добрый день. Здравствуйте. Паровая? Да. Постенетесь? Сколько по времени займет? 10 минут. Мне было побыстрее главное. Наша скорость регулирует светофоры и ограничения скоростей. Дилер стесняется спросить. У автодилер. А, просто слово такое. У автодилер. Хоть выходные, но пока такой дилер. Я понял. Точнее, я сделаю вид, что я вас не понял. Автодилер это. Ну да, надо машинку забрать, а я уже. Сколько можно ездить-то в такси? А что с ней? Да ничего, в принципе. Вот пригнал просто из Германии машину. Должны были поменять. Вот, отвез. Ну а как это самое? Сейчас с ремонтом-то чего мы вели? Да, у меня-то все в порядке с ремонтом. У меня проблем нет. У меня-то вот как раз были проблемы. А что за проблемы у нас вроде машина новая, нет? Какая именно из-за того, что машина новая и логистика по запчастям клакнула. И я заберу. У меня так брат в Финляндии живет. У него как бы там недвижимость уже несколько лет. Мы как бы такой маленький семейный подряд организовали сейчас тушканим запчасти, масла, все, что можно. Как вы Финляндии? А, брат Финляндии живет. А, я думаю, я здесь, а брат там. У вас, короче, мостик. Ну у нас экспортозамещение. Ну а как если правительство говорит, что надо как-то на местах решать этот вопрос? Вот, говоришь. Не, ну а что здесь ничего такого нет? Правильно делаете. Да. Под ваш тоже вызов. А, то есть вы не только под европейцами? Не, не, конечно. Сейчас все можно везти. Кто-то через Турцию, кто-то через Китай. Но нашли как бы через Финляндию. В принципе, без проблем. Чуть-чуть себе там комиссию ставим, но это все равно будет дешевле, чем сейчас у дилеров. Прису дилеров сколько вы будете ждать? Ну я тоже привез свой мерс. Да, вроде все, машина нормальная. Приехал к дилеру. Они мне говорят, такой ценник. Я говорю, нет, давайте я свои запчасти привезу. Ну она у меня как бы вроде как новая, но в принципе у них по регламенту можно. Все, свои запчасти. Только за работу, за раб часы. И то, как бы им каждый день названивал мастеру. Чтобы он побыстрее, побыстрее, чтобы хотя бы на эти деньги не попадать. Ну, видите, вам хорошо. У вас есть кончик, так скажем. А я вот на эту искал... Я даже у дилера не нашел. Мне привозили тоже там через двадцатые руки и за какие-то, блин, бешеные башни. А что искали-то? Колодки. Передние и задние. Мне лишь расходник, чтобы проблем найти в колодке. Не было колодок. Мне предложили колодки в этом самом... Ну, в одном там корейском тоже дилере. За сто семнадцать тысяч рублей одни передние. Я сказал, вы что прикалываетесь? И я искал два месяца и нашел колодки. Они мне встали по шестнадцать и пятнадцать тысяч передние и задние. Типп. Но на вашу... Я не знаю, я бы вам привез бы за одиннадцать без проблем. Ну, блин, видите. Поздно сели, видимо, в мою машину. Но я, на самом деле, его, может быть, и купил бы впрок еще, судя по тому вообще, что происходит. Я бы, может быть, еще... Ну, знаете, сейчас впрок покупают масло. Вот все, что уходит с рынка. Знаете, там... Кто там ездит на Ниссанах, так... У меня даже некоторые клиенты себе покупают... Коробки. Потому что, ну, у Ниссанов это самая такая явная. Вот эти вот вариаторы. Они же летят. Ну, вот я тут уже недавно буквально человеку. Вариатор привез за 120 тысяч. Если на рубли перевезти. Ну, 120 тысяч для вариатора. Хотя здесь дилер до кризиса просил 180. Ну, кому это будет интересно. А расходники-то, они всегда уйдут. Да, согласен. Поэтому вы смотрите. Вам-то, может быть, еще что-то? Коль уж я у вас здесь сел бы. Ну, мне... Ну, я бы колодки бы, если бы... Можно было бы еще бы купил, если бы по цене по такой... Нормальный. По 11 рублей я бы купился... На будущее еще по колодке. Калодки, диски, тормозные, фильтра. Ну, фильтра... Да, наверное. Ну, если вы не хотите, конечно, Невский фильтр. Своя машина новую ставить. Который вам все там засрёд. Чуть-то я не хотел. Ну, так... Так, а как вы... Ну, хорошо, если вы... Ну, можете привезти, то давайте везите. Привезете, я возьму у вас. Ну, единственное у нас такой нюанс, что мы работаем по предоплате. Где-то процентов 60 я беру. То есть вы мне можете либо наликом, либо переводом на карту. Потому что мне же нужно как бы валюту купить. Брату это все переправить. То, что сейчас же, вы же знаете, там с банками все это очень тяжело. А мы там... Мы с ним встречаемся где-то примерно там раз в две, в три недели. Мы сюда приезжают, я ему наликом отдаю. Здесь, знаете, иногда такие запросы, что валюту побегаешь по городу поискать. Потому что это невозможно. Ну, вот я все равно с предоплатой прям не уверен. Если бы вы привезли сюда, я бы купил... Слушайте, я уже эту тему пробовал. Я потом встревал на деньги из-за этого. Потом на Авито выставлял эти запчасти. Не выкупали просто. Не, ну, если мы с вами договоримся, я все-таки, скажем так, мы джентльмены, можно поверить. Ну, я, конечно, может и на слово, но... Мы с вами просто общаемся буквально первые три минуты. Ну, как бы, это... Так-то было бы, конечно... Я вижу, что вы вроде как нормальный, адекватный человек. Работаете за рулем, как бы, все прекрасно понимаете. Но, как бы, без предоплаты это, знаете, тяжеловато. Если вам просто что-то нужно, вы мне можете накидать каких-то запчастей. Я вечером по прайсу посмотрю. У меня все прайсы распечатаны с сайтов финских. То есть они обновляются где-то раз в две недели. Вот. Я смотрю, назначаю вам итоговую сумму, делаю смету такую, вам пересылаю, вы мне предоплату скидываете. И где-то через неделю, через две, как бы, у вас все запчасти приезжают. И все, мы с вами встречаемся, отдаете мне остаток денег, забираете запчасти. Ну, надо, все-таки, даже не знаю, мне тяжело такие вещи делать, если честно, с этими предоплатами, со всеми. Я готов, вот, вы привезли, условно говоря. Понимаете, тут, как бы, если бы я работал без предоплаты, да, то мне бы проще было где-нибудь, ну, ну, не бы точку тогда открыть, и там все это реализовывать. Потому что свой прайс я знаю, понимаете. И там будет, как бы, ну, я знаю, что я все равно за эти деньги в итоге все эти запчасти продам. Ну, мне это не надо. То есть мне надо там, это же, знаете, аренду, чтобы подписать надо, ИП, налог, аренда, продавец. Ну, зачем мне это надо этим заниматься? Когда я вот с телефоном пришел, мне скинули, я отправил, и все. Ну, я вас понять тоже могу, ну, и, соответственно, в свою эту сторону тоже, вы поймите, что... Бывают тоже, и вот, вы говорите, у вас не выкупают, а бывают и наоборот, что... Ну, а сейчас человек в WhatsApp написал, видите, вот, ищет землю резину. Ну, казалось бы, вроде как сподхватился-то уже, как бы... Не, ну, почему еще с ней равно? Да, ну, ну, как бы, вот с утра мне написал, скинул предоплату, и все. Я уже брату отписался, он сейчас вот его выкупит, и все, привезет. Блин, не знаю... Что-то меня... Все эти, говорю, предоплатные вещи... Не, я же не уговариваю, просто вы пойдете потом, вот так же, как с колодками, будете искать все остальное. А вон, даже сейчас каска ремонтируют, какие-то китайские запчасти ставят. Ну, вам это надо. У вас машина хорошая, новая, как бы, все. Я понимаю, что она крепкая, но она же не вечная, железка. Ну, согласен. Не, ну, то, что нужны те самые запчасти впрок, нужно покупать при нынешней ситуации, это 200%. Это я и сам понимаю прекрасно. Другое дело, что... Тем более, сейчас, на самом деле, все продавцы, ориентированные на китайский рынок, вам привезут... Вы даже будете не знать, что это не оригинал. Ну, есть такое. Ну, привезут какую-то китайскую фигню, там, сайленблоки какие-нибудь китайские. У вас подвеска развалится через месяц, по нашим-то дорогам. Вам это надо? Задумался, блин, не еду сам, я не еду под стрелы. Ну, да, наверное. Здесь нормально будет? Да, конечно, здесь нормально. Ну, все-таки, если вы вот привезете, и она будет передо мной, я ее куплю, запчасть. А вот так вот я не готов, скажем так. Вы уверены? Наш хотя бы телефон запишется? Да, ну, нет, я не буду предоплату делать 100%. Вот я не гнига. Просто смотрите, я сейчас выйду. Как бы, ну, пустите просто свой шанс, будете вот, потом переплачивать в три дорога. Ну, пусть, пусть будет, как будет. Сейчас, по крайней мере, у меня колодки есть. Смотри, хорошо, счастливо. Все, до свидания. Я, конечно, не уговариваю, но, блядь, будут проблемы, так что давай мне предоплату. Я с этой предоплатой поеду на Мальдивы или куда-нибудь на Бали. А ты будешь как лох сидеть здесь и вспоминать меня, как тебя. Я говорю стихами. Ха-ха, какого мастерства я достиг, работая за рулем этого чуда пепелаться? Я так не люблю, когда начинают это разводить. Да, слышь, да мышь, да вот, да надо, да ты смотри. Да прям тебе на роже написано, что тебе надо, да я сам знаю, что мне надо. Ну, вот так отдавать бабки всем дядям, да. А потом бабок не хватит на теть и даже на жену, вот это уже будет печалька. Тем более сейчас все пользуются этими трудными моментами. Начинается опять там волна разводов. Вот этого нет, давайте, блин, сюда, давайте там, не знаю, вот сейчас дисконт на квартиры. Давайте пять по цене трех, покупайте, срочно переводите, 300 миллионов. Сейчас мы все решим, потом на этом самом, на ковре-самолете куда-то теплые края, которые не выдают никого, и все, и привет. И будешь сидеть, потом щелкать одним местом, вспоминать, как было круто, когда у тебя были бабки, блин. Я не готов. Может быть, я опять же говорю, профдеформация, я перестал доверять людям, ну, нахуй, нужно. Скажем так, если бы я реально сейчас, у меня был период с этими колодками, если бы у меня сейчас реально был бы момент, что я так бы их и не нашел, я бы, наверное, все-таки рискнул, там, десятка, это не те бабки, которыми там, ну, мне тоже те бабки, ну, я бы рискнул. А сейчас, когда у меня есть колодки, я подожду, может быть, у нас все и поменяется еще. Хрен его знает, чудеса же где-то там случаются, может, они к нам сюда спустятся, может, у нас так все поменяется, и все станет сразу. Что? Нереально круто! Шансов немного, но все же. Пишите, пишите, женек ты сказочник, фантазер и так далее. Все у нас будет не круто, поэтому про еду, и свое счастье блины, колодки запасные тоже. Пишите, пишите, но я поедал дальше. Субтитры сделал DimaTorzok